Это сирена. Громкий ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 11 минут. Засекайте. Врезался в такси. В шестом микрорайоне произошло ДТП с ребенком. Что с пострадавшим? Без крова у многодетной семьи из Туголицы сгорел дом. В чем причина ЧП, как избежали трагедии? Кража на рынке. Четверо бавруйчан взломали павильоны и вынесли товар. Как вышли на след злоумышленников? И события в Луцке президента Украины пришлось выполнить требования террориста. О чем речь? Въехал в такси. В шестом микрорайоне произошло ДТП с ребенком. Вроде бы как ребенок на самокате. Заднее колесо, крыло заднее. Информация об аварии появилась в социальных сетях. Инцидент произошел близ Евроопта и кафе «Лаванда». Автомобиль с шашечками повернул с проспекта строителей Набатова. Мальчик на самокате врезался в такси, предположительно в заднюю часть. По словам очевидцев, школьник не пострадал, ГАИ проводит проверку. ДТП на выезде из города. Столкнулись две иномарки. На съезде с фондоковского моста «Мазда» и «Опель» не поделили дорогу. В результате серебристая иномарка вылетела в кювет. У него помят левый бок. У бордовой легковушки раскорежен передний бампер и капот. Машина осталась без правой фары. Никто из участников происшествия не пострадал. Иномарка сбила девушку на переходе. По информации ГАИ, водитель на легковушке, предположительно темном Рено-сценник, поворачивал с Ульяновской на 50 лет в ЛКСМ и наехал на пешехода. Та переходила дорогу со стороны гостиницы «Юбилейный» на зеленый свет. Пострадавшая получила травмы. Хозяин авто спешно покинул место происшествия. ГАИ разыскивает очевидцев инцидента. Телефоны для связи указаны на экране. На перекрестке Пушкина и Карла Липхнихта столкнулись легковушки. Анастасия Шевцова передает с места происшествия. Один из самых аварийных перекрестков снова во внимание инспекторов ГАИ. В этот раз дорогу не поделили два «Фольксвагена». Синий ехал по Липхнихта со стороны городского парка по второстепенной и не уступил дорогу иномарке. Серебристый двигался по главной. Машины столкнулись. Одну из них вынесла на тротуар, прямо в здание на углу. Обе машины теперь напоминают больше смятые консервные банки. На дороге валяются осколки стекла и пластик от обшивки. Серебристый «Фольксваген» остался без переднего бампера. У него сработали подушки безопасности. Синий пострадал больше. Искореженное правое крыло, стойка, капот, бампер и колесо. Владелец легковушки из Гомеля признался, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Никто из участников аварии серьезно не пострадал. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бобруск, 360. Взял БМВ знакомого и поехал купаться. Бобруичанин обратился в милицию и сообщил об угоне. Оперативники выяснили, незадолго до инцидента владелец авто выпивал с друзьями. Когда хозяин иномарки понял, что достаточно пьян, отдал ключи знакомой. Та передала связку своему парню. Пара собралась и поехала на речку. Через считанные метры машина врезалась в бордюр. На нетрезвого угонщика возбуждено уголовное дело. БМВ вернули владельцу. В ОВД отметили с начала года в Бобруйске зарегистрировано три угона автомобилей. За 2019-й совершено 11 аналогичных преступлений. Пробрались на центральный рынок, вскрыли несколько павильонов, забрали товар. Милиция задержала четырех бобруйчан. Молодые люди вечером вышли на улицу, проходили мимо торгового объекта. Пробрались на территорию и стали один за одним взламывать ролеты. Поддались несколько защитных механизмов. Парни проникли внутрь и вынесли одежду, обувь, сладости, добычу принесли домой. На утро владельцы торговых точек обратились в милицию. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленников. Обнаружили и изъяли похищенный товар. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. За два дня сразу семеро бобруйчан стали жертвами интернет-мошенников. Злоумышленники действовали через сайты объявлений. Женщина хотела продать свадебное платье, в итоге потеряла 1750 рублей. В двух других случаях жертвы избавлялись от детских кроваток и также лишились кругленькой суммы. Предприимчивый молодой человек опубликовал объявление в сети, чтобы выручить несколько десятков рублей за наушники. С его карты сняли две тысячи. По словам оперативников, аферисты работают по одной схеме. Находят продавцов, втираются в доверие. Заверяют, что готовы купить товар, но находятся за пределами города. Под разными предлогами выпрашивают реквизиты банковской карты. Говорят, что готовы купить товар на 100% и предлагают альтернативные способы оплаты. Либо предоставляют фишинговую ссылку, по которой люди переходят и вводят реквизиты банковской карточки, после чего деньги пропадают. Либо просят предоставить реквизиты банковской карточки, чтобы злоумышленник перевел якобы покупателя деньги. Стражи порядка напоминают. При первых же подозрениях надо выходить с покупателем на связь, общаться по телефону. Если уже успели сообщить реквизиты или ввели данные на подозрительном сайте, следует заблокировать карту или позвонить в милицию. За такие киберпреступления предусмотрена уголовная ответственность. Мошеннику может грозить лишение свободы до трех лет. Выходные для спасателей выдались по-настоящему жаркими. На номер 112 поступило сразу два сообщения о ЧП. В деревне Бирча выгорела хозпостройка. Пламя уничтожило крышу и перекрытие. От стен остались одни угли. Огонь затронул сарай соседей. Однако серьезных повреждений удалось избежать. Стихия разыгралась и в городе. На Толстого открытым пламенем горел сарай. Создалась угроза распространения пожара на жилой дом, расположенный в двух метрах от места пожара, и баню, расположенную в четырех метрах от горящего сарая. В результате пожара огнем уничтожена кровля сарая по всей площади и перекрытие. Работниками МЧС спасены дом и баня. Пострадавших нет. Многодетная семья из Туголицы оправляется от произошедшего. У них сгорел дом. Выстрелили лишь стены и крыша. Максим Кембель выехал на место ЧП. 22 июля. Туголица. На часах 4.29. Горит дом. На пульт спасателей поступает экстренный вызов. Внутри, как позже выяснится, находится пять человек. Трое из них дети. Пронзительный звук разбудил отца семейства. Тот не стал медлить. Вывел детей на улицу. С помощью поливочного шланга сам принялся тушить пожар. Но все тщетно. Приезду спасателей по стройку окутал густой столб дыма. Языки пламени из окон вырывались на улицу. Деревянные стены дома обуглились. Окна не выдержали высокой температуры и лопнули. Осколки стекла лежат по всему двору. По периметру постройки прожженная земля. На восстановление жилища у семьи уйдет кругленькая сумма. В результате пожара огнем уничтожено 30 квадратных метров кровли. Повреждена кровля по всей площади и имущество в доме. Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП. И напоминают автономные пожарные извещатели. Это первые помощники при пожаре. Самое главное условие. Содержать спасатели на батарейках в рабочем состоянии. Максим Кембель, Максим Галенка. Бобруйск. 360. В Бобруйске задержали дилеров психотропов. Первого подозреваемого 19-летнего Витебчанина сотрудники областного наркоконтроля взяли в июне. Парень попался с поличным. Хотел забрать из тайника 42 грамма альфа-ПВП. Через месяц в поле зрения оперативников попал еще один молодой человек. Стражи порядка выяснили. Оба задержанных работали в интернет-магазине по сбыту наркотиков. Забирали товар у поставщика и делали закладки по всей Могилевской области. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы. В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и изобличению противоправной деятельности задержанных, установлению иных лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ или наркотических средств посредством закладок. Отвалилась на ходу. Трактор потерял колесо на перекрестке Ленина и Георгиевского проспекта. Фото и видео инцидента появились в социальных сетях. Во время поворота деталь машины отделилась от кузова и осталась лежать посреди проезжей части. «Белорус» лег на правый бок. Водитель выбрался из кабины и установил аварийный знак. По словам экспертов, задняя ось сломалась от ржавчины. Информации о пострадавших нет, ГАИ проводят проверку. На перекрестке Пролетарской и Пионерской загорелся автомобиль. Владелец «Тойоты» вызвал спасателей, а затем принялся тушить легковушку. 72-летнему пенсионеру с огнем помог справиться случайный свидетель данного пожара. Мужчина с помощью порошкового огнетушителя, который он взял в автомобиле, потушил огонь до прибытия подразделения МЧС. Как только дым расселся, открылись последствия инцидента. Приборная панель не выдержала пожара и буквально расплавилась. Лобовое стекло треснуло и покрылось копотью. У передних сидений сгорели коврики. Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается. В украинском Луцке удалось освободить пассажиров рейсового автобуса, которых более 13 часов удерживал вооруженный мужчина. Автобус с заложниками стоял в центре города, окна были завешаны занавесками. Некоторые стекла разбиты пулями. Местные полицейские пытались подлететь к общественному транспорту на квадрокоптере, но преступник открыл стрельбу и кинул на улице то ли гранату, то ли взрыв-пакет. Правоохранителям, как сообщается, он позвонил сам. Представился Максимом Плохим. Злоумышленник угрожал взорвать маршрутку, при этом выдвигал совершенно абсурдные требования. Тем не менее, одно из них после телефонного разговора с террористом выполнил президент Владимир Зеленский. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Два раза сидел в тюрьме за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное хранение и использование оружия. Пандитизм. Всех заложников отпустил спустя 13 часов. Мужчина задержан. Это была Сирена. Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и соцсетях. Я Владислав Боев. Увидимся через неделю. Продолжение следует.